Вера Георгиевна, приветствую вас! Ирина, добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую! Вера Георгиевна, несмотря на то, что ваша кафедра, она называется кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, я знаю, что вы очень много времени проводите, даете работе не только спортсменам, а именно работе с населением, и в частности с пожилым населением. Тестируйте, диагностируйте, резюмируйте, информируйте, обучайте, сравнивайте, анализируйте эти результаты. Вот реально озвученная концепция, она работает на деле и в жизни. И что вот из этих вышеперечисленных государственных программ, но я напомню, это здоровый образ жизни, физическая культура, то есть физическая активность, профилактика лечения хронических заболеваний и так далее, лично вами реализуется или вашими сотрудниками? Да, вы совершенно правы, ведь спортивная медицина – это наука и практика, которую изучают не только спортсменов и работают не только со спортсменами, а спортивная медицина – это наука о движении, как это ни удивительно. И, разумеется, основной блок нашей работы социальной направлен на население. Большая часть обращается к населению пожилого возраста, да, это своя специфика, у которых действительно порой время лекарственное, и наша задача его снизить другими какими-то методами. У вас, я знаю, что работают несколько проектов, давайте вот познакомим наших слушателей вот с этими интересными проектами. Да, с удовольствием, с удовольствием. Наши любимые проекты, мы любим о них рассказывать и любим их продолжать. Один из основных и значимых проектов – это проект под названием ДЭЛС. Что же это такое? ДЭЛС – это движение естественное лекарственное средство. Он был разработан нами, поддержан Министерством здравоохранения в 2016 году в Пермском крае. Суть проекта – в популяризации двигательной активности, в первую очередь для медицинских работников. Так, более 30 медицинских организаций, разной формы собственности причем, вошли в этот проект. И более 600 врачей были обучены, врачей разных специальностей, очень за короткий период, да, то есть это буквально 3 семинара, обучены навыкам использования и дозирования физической активности для разных контингентов населения. Для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кардиологическими проблемами, неврологическими и так далее. То есть такая популяризация двигательной активности на грамотном уровне, то есть с правильной дозой, как и лекарства. Это вы сейчас говорите, что вы обучали это медицинских работников, да? Да. А есть ли у вас вот в практике, что вы работаете... С населением, с населением, совершенно верно, мы работаем с населением, безусловно, в форматах школ для населения, в форматах занятий кинезитерапии, с северной ходьбой или скандинавской, как она называется по-другому. Вот, и население откликается, знаете, с такой живостью, особенно, конечно, женщины пожилого возраста, мужчины более консервативные, ну, как это всегда бывает, но ничего страшного, поэтому на улицах нашего города мы чаще видим дам. Да, шагающих. Да, да, да. И важно отметить, что они понимают, что нужно научиться правильно ходить, что не обычные лыжные палки следует взять, да, а палочки с правильно подобранной высотой, вот, как я показываю, такая должна быть высота, но не на каблуках должна быть дама, которая передвигается, а удобные кроссовки специальные, во избежание негативных последствий этой нагрузки. Ну, и про скандинавскую ходьбу нужно сказать, что это тоже универсальный, безопасный метод, который может решить очень много задач. Снижение веса. Нормализация дыхательной функции, почему в постковидный период, это тоже очень популярно. Нормализация настроения, улучшение состояния позвоночника и суставов, и много-много других задач. И нагрузку невозможно передозировать, то есть палочками невозможно побежать, соблюдая правильную технику, да, поэтому, нагрузка не будет превышена, это очень важно тоже. Вот, Вера Георгиевна, рекомендую. Да, вот я почему хотела к этому сказать, на одной из конференций спортмед, которую мы регулярно с вами посещаем, были озвучены такие цифры, я их сейчас прямо расскажу, и мы на слайде это покажем нашим слушателям, это к тому, чтобы люди услышали важность вот этой физической нагрузки, и не думали, что если они этим пренебрегают, то в принципе она не такая значимая. Смотрите, 6 месяцев регулярных занятий спорта приводит к снижению интенсивности болевых синдромов, 6 месяцев. Уже через 12 месяцев уменьшается частота гипертонических кризов и наблюдается доброкачественное их течение. Спустя 2-3 года мы видим, как снижается уровень артериального давления, и данное явление закономерно отражается на дозе принимаемых средств. А в принципе все, что он делает, это он начал активно двигаться. Ну не каждый вытерпит 2-3 года, да, хочу заметить, эти 6 месяцев. На практике мы видим, я не хочу безусловно спорить с данными, приведенными выше, да, на практике мы видим реально эффекты наступают раньше, гораздо раньше. То есть не пугайтесь, уважаемые друзья, да, через 2-3 года это уже стойкий эффект, когда вы можете, возможно, вовсе отказаться от каких-то лекарственных препаратов. А на первых порах, как говорится, минимизировать их дозы. Это, кстати, одна из целей и задач проекта ДЭЛС, минимизация количества и дозы принимаемых лекарственных препаратов. Да, и также вот смотрите, было отмечено, что среди активных пожилых лиц, да, то есть которые позволяют себе дозированную физическую нагрузку, продолжает трудиться в среднем 35% человек. Тогда как в контрольной группе, которые просто легли на диван, грубо говоря, да, всего только 4% на дистанционной работе, а не наверно. Наверно, да. Вот, в связи с этим у меня вопрос, как правильно дозировать нагрузку для здорового человека и для пожилого человека? Ведь есть ведь разница для больного, да, человека и для, ну, относительно... Да, совершенно верно. Есть достаточно четкие критерии формулы и простой расчет. Этот расчет производится по пульсу, по частоте сердечных сокращений. Это доступно. Это можно делать механическим образом или существуют специальные браслеты, гаджеты и так далее для подсчета частоты сердечных сокращений. Основные правила формулы существуют для пациентов с различными хроническими, как мы говорим, да, неинфекционными заболеваниями. Это одна формула. Вот друг, один показатель, да, и для лиц практически здоровых. Плюс небольшая разница для мужчин и женщин. То есть возраст там учитывается, пол и наличие или обострение заболеваний или их отсутствие в данный момент. Да, вот DELS мне вообще очень понравилось, особенно понравилось, как ваше виртуозность и то изящество, с которым мы представляли и Пермский край, и наши бренды, а именно компанию Tentorium и сам этот проект, да, движение «Естественное лекарственное средство» на пленарном заседании в Москве для Скворцовой Вероники Игорева. Да, вот это как раз-то делала, как бы, наша с вами соратница, да, Вера Георгиевна Черкасова. То есть нам есть чем гордиться, правда. Ну, пермский край богат и на инициативы, и на продукты. У нас много есть чего интересного с вами, да, поэтому мы с вами здесь. Абсолютно согласна с вами. И вот сейчас вопрос, да, пандемия. Новый уровень проекта, который необходим для всех. Вот вы немножко уже об этом коснулись, как бы. Я бы хотела, чтобы вы чуть-чуть, как бы, для наших слушателей рассказали, в какие можно еще стороны расширять этот проект. Действительно, пандемия подсказала нам, что не следует ограничивать ДЭЛС, проект движения «Естественное лекарственное средство» рамками медицинских организаций. Вот. И нам пришла в голову идея, ну, так скажем, глобализации некой. Решили мы выделить блоки в проекте ДЭЛС, медицинская организация, это остается, безусловно, общественная организация, то есть это как раз работа с населением, чтобы она стала более системной. Так, загибаем пальчики. ДЭЛС-спорт, разные виды спорта, разные нагрузки. И важный момент, ну, спортсмены об этом знают, но иногда поздно узнают, да, к сожалению, что избыточная нагрузка, она тоже является негативной, ну, условно мы говорим, токсичной, влияет на организм человека. И здесь, наверное, уместно вспомнить будет такое заболевание, как болезнь Эльцгеймера, и как неудивительно, у профессиональных спортсменов, в частности, у хоккеистов, да, оно признано в Америке, по крайней мере, в профессиональной хоккейной лиге, профессиональным заболеванием и развивается уже после 40-45 лет. Хотя, как мы привыкли с вами, болезнь Эльцгеймера – это болезнь старения, и в обычной популяции мы видим таких пациентов 65+. Вот, а в спорте, смотрите, 40+, молодой, красивый, и риск развития болезни Эльцгеймера гораздо выше, чем у нехоккеистов. Почему? Ну, обычно врачи говорят, что это черепно-мозговые травмы и так далее. Не только, поверьте, уважаемые друзья, это особенности нагрузки, сверхнагрузки, это особенности питания, которые не всегда соблюдаются, вот эти вот правила, да, здорового питания, потому что спорт – это отдельная жизнь, и профессиональных заболеваний, конечно, там больше, но об этом можно долго говорить. Давайте продолжим с блоками проекта ДЭЛС. Итак, ДЭЛС – медицинская организация, ДЭЛС – общественная организация населения, ДЭЛС – спорт, ДЭЛС – предприятие. На предприятиях работают люди разного возраста и пожилые. Всегда была, пятиминутка, да, и хочется иногда её сделать, да, давайте будем это делать. Замечательно. И ДЭЛС, ДЭЛС ВУЗ, я сказала, и ДЭЛС – город, ДЭЛС – город, поэтому, ну, я думаю, что мы не зря другимся с вами, Пермским краем, живём здесь и работаем. Вот наш край вышел уже с такой инициативой, и сейчас начался экспорт проекта. Я хотела, да, в Рамске, чтобы знали об этом не только вот в Перми, да, сегодня, конечно, об этом узнают многие уже наши регионы, но, тем не менее, куда вы его экспортировали, то есть какие регионы? Мы его экспортировали, у нас есть такой красивый символ, и, то есть уже физическая такая, произошёл физический экспорт проекта, и плюс методики в Москву, безусловно, в Центральный федеральный округ, в Республику Бурятия, в Татарстан, нашим соседям, Челябинск, Тюмень, вот сейчас тоже работаем по экспорту в Республику Коми и в Чеченскую Республику, в первую очередь ушла вот Москва, Чечня, Башкортостан, но это будет всё продолжаться, безусловно. Мы будем держать и участвовать тоже в нём, пожалуйста, дальше. Ну и возвращаясь уже к нашему населению, да, то есть кто сегодня у нас по ту сторону экрана, меня хотелось бы уточнить, вот оздоровительные тренировки в пожилом возрасте, что это такое? Прежде всего это специально организованная система физических упражнений и нагрузок, направленных на повышение физического состояния организма до безопасного уровня, который гарантирует нам прежде всего стабильное здоровье, то есть это основа его. Почему важно правильно дозировать движение, вот именно пожилого населения? Именно пожилого, давайте подчеркнём, ведь пожилые люди более уязвимы, они более хрупкие, да, большее количество заболеваний, так называемая полиморбидность или коморбидность, да, то есть заболевания суставов, остеоартриты, да, остеопороз, более хрупкие кости, но важно, что если человек пожилой особенно, да, будет продолжать вести малоподвижный образ жизни, то остеопороз, и как и другие заболевания, будет прогрессировать. Давайте рассуждать логически, зачем тратить энергию организму, белок драгоценный, на строительство костной ткани, если человек лежит на диване, а ему зачем крепкая костная ткань? Ни зачем, абсолютно. Абсолютно верно, да, поэтому для того, чтобы всё работало, нужно его тренировать и двигаться. Да, и вот здесь вот есть очень интересные статистические данные, мы сегодня в течение всей конференции будем к ним обращаться, но вот я хотела бы об этом ещё раз сказать. Вот смотрите, кардиологическая корзина в месяц в среднем у нас составляет 6 тысяч рублей, для больных с заболеваниями суставов это порядка 5-6 тысяч рублей. А вот если ещё позвоночник, да, процесс уже обовлечён, то если уже не хватит, да, 8-9 и больше, да, руководителей. А часто они сочетаются, эти заболевания. То есть вот какой процент, ну приблизительно, можно сэкономить, сэкономить. Ну, вы знаете, при правильном подходе можно сэкономить практически к 100% приблизиться. Ну это вообще круто. Ну это правда, ну это правда. И не обязательно через 2-3 года, даже раньше. То есть важен, ну как и в любом деле, такой правильный системный подход, правильное дозирование нагрузки, напомню, что это происходит по частоте сердечных сокращений, и это может сделать не только спортивный врач, но и врач-терапевт. Вот у нас запланированы снова возобновления после пандемии, повторное обучение, да, напоминания. Вера Георгиевна, вот ещё одни статистические данные, как бы, вот инвестировать в себя вообще, это очень выгодно и очень важно. Смотрите, эффективность вложения средств. Рубль, 1 рубль вложенный в традиционную медицину, то есть лекарственные средства, он в среднем сохраняет ресурсы на 6 рублей. Если вы один раз в год себе позволили санаторно-курортное лечение, вы уже в 3 раза экономите больше, то есть до 18 рублей, с 1 рубля потраченного. Если это у вас идёт медицинская реабилитация, да, то есть вот мы тоже об этом сегодня говорим, это уже 30 рублей, это уже в 10 раз больше. А если мы добавляем физическую культуру, это 42 рубля, с каждого потраченного рубля. Ну, то вывод очевиден, да? Да, и вот самые большие цифры, это на физическую культуру и на рациональное питание. То есть на питание это до 60, до 70 рублей. И плюс ко всему прочему, это повышается качество жизни. Поэтому инвестиции в двигательную активность, они чем ещё сопровождаются? Прежде всего, снижением затрат на медицинскую помощь, да, то есть на медицинские препараты, да, хроматологические, и экономия, экономия по больничным отпускам. И это в среднем, если посмотреть и перевести, как бы вот эти цифры, это 21 тысяча, минимальная стартовая цена, то есть это от 21 и больше. То есть это с 1 рубля, который мы просто вложили, купили скандинавские палки, как бы сказали, обувь потратили, и смотрите, сколько мы в это время, ну, как бы, сэкономили. Я совершенно согласна. Питание и физическая активность позволят сэкономить, да, и рационально вложить сэкономленные средства в своё здоровье, как все предыдущие перечисленные вложения, да, на лекарства, реабилитацию, санаторно-курортное лечение, которое тоже в определённой степени затратно. А физическая активность, это средство, ещё раз скажу, которое подарено нам природой, оно бесплатно, универсально, фидеологично. И безопасно, и правильном использовании. Да, и вот Вы уже сейчас прямо это проговорили, поэтому я хочу просто акцентировать, а чем можно дополнительно, вернее, как сформулировать, чем можно дополнить безопасную физическую нагрузку, да, вот мы сейчас немножко буквально сказали, в рациональное питание это тоже, вот что из этого ещё может быть? Да, тут важный момент, действительно, не говорим про это, про водный режим, про водно-солевой режим, только физическая нагрузка должна, безусловно, поддерживаться адекватным поступлением жидкости. Тоже доступно. Это более чем доступно, главное не забывать об этом, не терпеть, не испытывать жажду, в общем, организм подсказывает, когда ему нужно дать и поесть, и попить. И правильное питание, безусловно, сбалансированное, с определённой кратностью, с определённым качественным составом, это может решить, ну, большинство проблем со здоровьем, как на профилактическом уровне, так уже и на реабилитационном этапе, и сократить, минимизировать количество лекарственных препаратов. И риск развития. И деньги сэкономить, опять же, на новые кроссовки и палки. Ну, вот самый простой пример, да, вот у нас в компании есть, например, для поддержания связочного аппарата мышцы и костей, ну, вот, например, белковые коктейли с коллагеном. Тема сегодняшнего дня. Ну, это круто на самом деле, потому что я рада за компанию, что вы в тренде находитесь мировом, поскольку коллаген – это субстанция, которая сейчас очень популярна в разных возрастах, в разных видах спорта, и у пожилых людей в том числе, поэтому, ну, что только могу порадоваться за то, что эта продукция доступна, нужно использовать её и двигаться. Изначально мы её разрабатывали для спортсменов, а сейчас вот она действительно доступна для простого населения. И вот смотрите, у нас для людей есть специальная серия эпифитопродуктов, как мы уже сказали, это белковые коктейли с коллагеном для укрепления связочного аппарата, это биологически активные добавки эргокальций для укрепления хостной ткани и профилактики остеопороза, различные медовые композиции, то есть пергой, пыльцой и маточным молочком для тонуса, для энергии, для укрепления иммунитета, апибатончики, которые сейчас мы очень полюбили, у нас их дети очень любят, особенно удобно. Удобно, да, разная такая, да, прогулку на занятия. Абсолютно верно. Вот, ну и уже прям готовые программы, то есть есть вот программа F25, тоже, может быть, вы о ней слышали, как бы, то есть это уже такие специализированные, более серьёзные программы. Вера Георгиевна, не могу, конечно, не поблагодарить вас, да, и не сказать о том, что для всех слушателей, что вы были рецензентом моей диссертационной работы под руководством профессора Виталия Николаевича Кима и Сергея Андреевича Поростаева. В каком-то смысле научная работа, она пересекается с нашей сегодняшней темой, а именно физическая активность, перетренированность, неправильные додированные нагрузки, сбалансированное натуральное питание, применение всего ассортимента продукта пчеловодства, качественного белка, например, это анаболиков для поддержания мышечной массы, перги и пыльцы для сохранения иммунитета и прополисная группа с элеоторагоком, для содержания гормонального фона это маточное молочко, пчелиный яд для расслабления, то есть это весь спектр продуктов пчеловодства, который, собственно, зашёл вот в эту диссертационную работу. Все эти продукты, они были внесены для сохранения здоровья населения, спортсменов, юных молодых, да, применимы сейчас и для пожилых людей, и не только для элитных спортсменов. Поэтому вот если есть возможность, просто... Даже если бы возможности не было, я бы всё равно сказала, безусловно. Вы знаете, дорогие друзья, вообще из спортивной медицины приходит много инноваций в обычную жизнь, в работу с населением, в общую врачебную практику. И диссертация Ирины Петровны, она была в определённой степени тоже революционной. Правда ведь? Да, это революционно. И опять же она вышла из Пермского края и выполненная с применением продукции, произведённой в Пермском крае. Поэтому, ну это просто здорово. А результаты действительно можно экстраполировать на другие группы населения. Ведь причём не только о профессиональных спортсменах мы говорим. Сейчас 50% населения должны заниматься. Но мне кажется, у нас будет даже больше людей вести физическую активность, поскольку приверженность высокая к беговым тренировкам, к ходьбе, занятия к кинезитерапией. И данные, которые в диссертационной работе получены, можно применять. И нужно это использовать просто. И это мы делаем. Наука для практики и существует, в общем-то. Это да. Ну и опять говоря о науке, я не могу не сказать, что являясь участником наших с вами конференций, неоднократно слушала ещё одни доклады на вашу тему. Собственно, вы являетесь ещё специалистом в этой области, это дементология, да? То есть это когнитивные нарушения. Для пожилых это особенно важно. Вот что такое когнитивные нарушения? И у кого они чаще встречаются? Ну, базово наша работа и начиналась именно с неврологических аспектов, с когнитивных нарушений, а потом произошла такая удачная интеграция, казалось бы, неожиданная, когнитивных нарушений и спорта. И сейчас вот эту тему продолжаем разрабатывать и далее. Совершенно вы правы, что с возрастом риск когнитивных нарушений увеличивается. Что же такое когнитивное нарушение? Это нарушение памяти, внимания, мышления, речи, способности ориентироваться в окружающем, управлять автомобилем. Это у нас больная тема для наших пациентов, но не будем сейчас этого касаться. Но, может быть, пациенты и родственники меня услышат. Вот что важно вовремя остановиться. И интересный момент. В общем-то, закономерный. Движение, как универсальное лекарственное средство, оказывает мощный эффект, самый доказанный. Кстати, сегодня как раз была передача на Центральном телевидении, и говорилось об этом же, что в профилактике болезни Альцгеймера не существует какой-то волшебной таблетки. А в первую очередь это физические упражнения, не какие-то аморфные, непонятные, они должны быть чётко отдозированы. Физические нагрузки системные, длительные. И правильное питание. Вера Георгина, а вот как вот заметить, что вот начались вот эти когнитивные нарушения у человека? Заметить это одно, важно ещё признаться себе в этом. Давайте скажем, что у нас пик когнитивной активности у людей в популяции, да, это, сколько вы думаете, это 27-29 лет? Ого! Ого! Вот. А затем происходит физиологическое снижение когнитивных функций, то есть нам нужно больше времени, чтобы запомнить, да, и так далее. Это физиологическое снижение когнитивных функций, снижение способностей к обучению и так далее. А патологическое когнитивное снижение чаще это болезнь Эльцгеймера, к сожалению. Помните, мы говорили о хоккеистах, у которых болезнь Эльцгеймера является профессиональным заболеванием и развивается уже после 45 лет. Это, безусловно, ужасно, это трагедия, но это вот издержки большого спорта. А в целом в популяции болезнь Эльцгеймера это заболевание 65+, да, это самая частая причина когнитивных нарушений, при этом других жалоб нет у людей, поэтому часто они не доходят до доктора, а родственники не замечают, тут нужна определенная настороженность на выявление. Существуют официальные тесты, да, я знаю, что мы хотели об этом не спросить. Чтобы мы смогли тут сейчас понять. Действительно, тест очень простой, тест называется мини-ког, мини-когнитивное обследование. Нужно запомнить, можете сейчас это сделать, дорогие друзья, да. Пожалуйста, запомните три слова, карандаш, дом, копейка, не записывайте их. А сейчас, пожалуйста, нарисуйте часы, циферблат, цифры, все цифры нужно, пожалуйста, расставить, и стрелочками укажите время без 24. Когда вы это выполните, вспомните слова, запишите их, карандаш, дом, копейка, хорошо. Такой момент, замечательно, выполнение этого теста является скринингом, да. Если вы правильно выполнили, это хорошо, безусловно, но это не значит, что когнитивных нарушений нет вовсе. Это значит, нет выраженных когнитивных нарушений, то есть деменции. Если не выполнили, да, то есть это еще ничего не значит. Если не выполнили, выполнили с нарушениями, это уже серьезный звоночек, нужно обратиться к неврологу, в наш центр когнитивных нарушений, ну, по крайней мере, себе такую вот заметочку поставить. Ваш доктор – это невролог. Да, у нас есть ещё одно волшебное средство, о котором мы сегодня будем в самом конце говорить. То есть как с вами… И использовать волшебное средство. Да, да, волшебное средство. Ну и поскольку у нас сегодня эфир, он не резиновый, он уже, к сожалению, подходит к концу, мне остаётся только резюмировать о том, чем сегодня мы с вами вот сказали. Прежде всего, слагаемый активного долголетия – это двигательная нагрузка, безопасная по возрасту, состоянию и сбалансированное питание. Согласна. Согласна. То есть жить можно долго при ясном уме и твёрдой памяти. Ну и счастливая, ещё жила очень дна. Да, для этого надо двигаться и питаться. Второе – это тренируйте память обязательно, да? То есть профилактикой нужно уже заниматься с возрастом 30 лет, уже с 28 как бы это, но с 35 лет хотя бы уже надо прям серьёзно тренироваться и как бы… Ну, регулярные физические нагрузки и не столько заучивания стихов, не надо их учить, ради Бога. Не заставляйте своих мужей учить стихи. Наши пациенты часто так делают, в итоге ссорятся, там чуть до развода дело не доходят. Идите гулять с палками, без палок, двигайтесь и питайтесь. Да, точно. Стихи в школе получили, хорошо. Ну, если вдруг кто-то захочет к вам попасть, я хочу поставить и вывести сейчас на экран визитную карточку Веры Георгиевны. Да, конечно. Её визитка для того, чтобы вы смогли ещё раз посмотреть, где можно и как можно обратиться к Вере Георгиевне. Вера Георгиевна, ну, спасибо вам большое и огромное прямо спасибо за ту информацию, которую мы сегодня услышали. Да, спасибо. Прежде всего, я очень надеюсь, что тот вот новый формат, который вы сегодня подавали, он будет полезен для наших слушателей. Пользуясь случаем в своём лице и от компании, и от лица всех наших слушателей, хочу поздравить вас лично и всех медицинских работников с профессиональным праздником, который вот... Спасибо огромное. Накануне, да, мы отмечали выходные. И коллег, всех тоже присоединяюсь. Да, и сказать вам слова восхищения, насколько вас вижу и знаю, вы всегда очень яркая, очень стильная, очень целеустремлённая, позитивная. И самое главное, всегда в центре внимания. Всегда. Потому что я двигаюсь и питаюсь. Да. Да, и Рыгарского не принимаю. Всегда в центре людского притяжения, всегда в центре людского обожания. Поэтому я хочу пожелать вам, естественно, крепкого здоровья, зная, что у вас есть очень амбициозные планы и проекты. Я очень хочу, чтобы они обязательно реализовались, и они обязательно осуществились. Благодарю. Развитие вашему центру, безусловно. И очень хочу, чтобы та наша с вами задумка, эта популяризация и продуктов пчеловодства, и здорового образа жизни населению, она была осуществима. Всё от нас с вами зависит. Да, я думаю, что это вполне реально. И для наших студентов, будущих наших медиков. Поэтому ещё раз вас благодарю. И, пожалуйста, в студию. Спасибо. Наши поздравления. Замечательно. Большое вам спасибо, Анна Вера Георгиевна, за такую интересную информацию. Я уверен, что наши зрители отметили для себя много интересного, нового, полезного. Поэтому большое вам спасибо. Я рада, если удалось помочь. Спасибо. И вот это наш продукт пчеловод. Спасибо огромное. Нам фото на память. Спасибо. 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 Спасибо.